Уважаемые студенты 4 курса, мы продолжаем изучение курса «Академическое письмо». Сегодня вам предлагается прослушать вторую видео лекцию по теме номер 2 «Институт авторства и понятия плагиат». В ходе этой лекции нам нужно рассмотреть два вопроса. Первый вопрос – это «Институт авторства и становление авторского права». Второй вопрос – понятие плагиат в системе научного знания. Итак, мы приступаем. Под авторским правом понимается совокупность имущественных и личных неимущественных прав, принадлежащих автору, творческим трудом которого создано произведение науки, литературы или искусства. Это, как вы поняли, определение того, что является авторским правом. Авторское право представляет собой одну из форм защиты интеллектуальной собственности – совокупность правовых норм, регулируемых отношений по поводу создания и использования произведений науки, культуры и искусства. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняется бессрочно. Авторские права на произведения, созданные казахстанскими гражданами, охраняются во всех странах участников Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, независимо от того, где они были зарегистрированы и были ли зарегистрированы в принципе. Объектами авторского права являются произведения науки, литературы, искусства, независимо от назначения и формы выражения. При этом важно отметить, что объект авторского права обладает определенными признаками. Первый признак авторского права – это творческий характер его создания. Второй признак – это объективная форма выражения. Вышеуказанное означает, что объект авторского права должен быть результатом именно творческого труда автора и должен быть закреплен на материальном носителе, в письменном форме, в форме изображения, в звуковой или видеозаписи, в любой объемно-пространственной форме. Также объект авторского права может быть выражен в устной форме, но в виде публичного исполнения. Знак охраны авторского права представляет собой латинскую литеру C или C. Это первая буква слова английского, слово copyright. Так вот, латинская литера C, помещенная в центре круга. Также используют литеру C в круглых скобках, то есть есть два вида, да, так сказать, в центре круга или в центре круглых скобок. Кстати, отсутствие знака охраны авторского права не означает, что произведение не защищено авторскими правами, так как авторское право возникает в силу самого факта создания произведения и для защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. Наличие или отсутствие знака охраны авторского права не влияет на лицензирование произведения. Исследование вопроса об авторском праве не будет полным без рассмотрения истории развития авторского права С древних времен человечество стремилось защитить и сохранить то, что является необычным, оригинальным и исключительным Поэтому понятие интеллектуальной собственности появилось достаточно давно Более 200 лет назад в европейских странах возникло право на нематериальные результаты интеллектуальной деятельности Произведения литературы, искусства, изобретения и другие Оно было сконструировано по аналогии с правом собственности на материальные объекты Первый так называемый авторский закон появился в 1710 году в Англии Итак, первому закону об охране авторских прав свыше 300 лет, 310 лет И появился такой первый закон в Англии Этот закон известен также под названием «Статут королевы Анны», поскольку при королеве Анне Стюарт был принят этот закон Законом был закреплен один из важнейших принципов авторского права Принцип копирайт, предоставлявший автору право на охрану опубликованного произведения И запрещавший тиражирование произведения без его согласия Закон устанавливал право издателя на опубликованное произведение в течение 14 лет с момента его опубликования А также давал возможность продлить этот срок еще на 14 лет при жизни автора Во Франции в декрете учительного собрания 1789 года было провозглашено Все, что автор открывает для публики, становится общественной собственностью Однако чуть позже были приняты два закона 1791 и 1793 годов Которые впервые в истории гарантировали защиту всех форм творчества Литературного, драматического, музыкального, изобразительного При воспроизведении всеми известными тогда методами Вслед за Англией и Францией положения авторского права были восприняты и другими европейскими странами В России авторское право появилось только в 1828 году И, наконец, в 1886 году была принята Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений А затем и другие международные договоры или конвенции, регулирующие сферу интеллектуальной собственности В XIX веке французский опыт правового регулирования авторских отношений Стал основой для всеобщей декларации прав человека Которая была принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН Резолюции 217А от 10 декабря 1948 года Статья 27, которая гласит Каждый имеет право на защиту его моральных прав и материальных интересов Являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов Автором которых он является У нас в Казахстане, в нашей стране, авторское право регулируется законом Республики Казахстан Об авторском праве и смежных правах от 10 июня 1996 года Запомните эту дату, да? Закон РК об авторском праве 1996 года Вопросами защиты авторских прав Республики занимаются Казахстанское авторское общество, Ассоциация казахстанских авторов, исполнителей и другие И мы переходим ко второму вопросу Понятие плагиат в системе научного знания Академический текст выполняет две основные задачи Во-первых, демонстрирует знакомство автора с научными разработками других исследователей в определенной области Во-вторых, демонстрирует вклад автора в развитие этой области Таким образом, академическое письмо – это всегда нахождение определенного баланса Между использованием чужих работ и внесением собственного вклада Термином «плагиат» от латинского слова «plagium» – «похищение» Обозначают кражу чужой интеллектуальной собственности То есть, так называемое речевое вороство Плагиатом считается воспроизведение фрагментов или результатов чужой работы без указания авторства То есть представление их от своего имени, словно своих собственных По законодательству многих государств плагиат влечет уголовную ответственность и выплату компенсации авторам В академической среде плагиат выделяется как один из грубейших видов так называемой академической непорядочности Наряду со списыванием, сообщением ложной информации и фальсификацией научных данных В большинстве высших учебных заведений Европы и Америки действуют строгие правила о недопущении плагиата Например, в ведущих университетах плагиат карается отчислением без права восстановления В Международные экономические конвенции выделяют несколько форм плагиата Первое. Заимствование дословных фрагментов чужого текста без кавычек и без ссылки на оригинальную работу Это самая грубая форма плагиата Второе. Использование чужого текста не дословно, а с помощью парафраза, однако также без ссылки на оригинальную работу И, наконец, третье. Использование чужих идей без ссылки на оригинальную работу, даже если текст сформулирован полностью самостоятельно На сегодняшний день особую остроту проблемы плагиата в академических текстах Проблеме плагиата в академических текстах придает развитие интернет-сети Именно кража из интернета является самой распространенной в наших вузах Однако она же представляет собой и самую легко доказуемую форму плагиата Чаще всего при помощи известной программы антиплагиат Считается, что информация без указания оригинального источника не является плагиатом, если она относится к так называемым общеизвестным фактам По-английски generally known facts Или представляет собой общеизвестные сведения, доступ к которым не ограничен По-английски эта фраза звучит common domain Примерами такой информации могут служить высказывания типа Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года Или длина Дуная составляет 2860 км Или там в Волга впадает в Каспийское море Во всех более специфичных случаях необходима ссылка на оригинальный источник Случается и так, что первоисточник информации неизвестен автору, не поддается поиску Или автор не может вспомнить откуда он получил эти сведения или идеи И поэтому признает их своими Это так называемая криптомнезия Такой вот есть специальный термин То есть человек не понимает откуда у него в голове появился какой-то факт или какая-то идея Он думает, что это его собственное А на самом деле это подсознание откуда-то из заколок в памяти выдернуло чью-то идею или чей-то факт Однако копирование чьей работы, даже если оно совершенно неосознанно, все равно остается плагиатом Научная публикация, в которой будет выявлен плагиат Нанесет серьезный удар коридоре исследователя и репутации журнала, опубликовавшая такую работу Действительно сейчас все ученые должны беречь собственную академическую репутацию Все научные журналы должны проверять поступающие к ним статьи на антиплагиат Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию Еще немножко об одной из форм плагиата О так называемом рерайтинге Есть такой термин Давайте его расшифруем Рерайтинг – это обработка исходных текстовых материалов в целях их дальнейшего использования В отличие от копирайтинга, за основу берется уже написанный текст, который переписывается своими словами с сохранением смысла Ну вот приведу такой пример Есть известная писательница в стиле фэнтези, Диана Удовиченко И вот она работала раньше с одним из издательств И главный редактор ей говорит А что вы так медленно пишете? У вас всего два романа в год Зачем вы по полгода пишете роман? Как могу, так и пишу Тот говорит Нам лучше, если бы писали 4 романа в год или даже еще больше А что вы мучаетесь со своими идеями? Вы берите любую известную идею и переделываете ее в стиле фэнтези И привел совершенно потрясающий пример Представляете, берется сюжет романа Александра Дима Старшего «Три мушкетера» Вот берется сюжет, только мушкетеров заменяют эльфами Гвардейцев кардинала заменяют орками Англия называется «Морское королевство» Франция называется «Лесное королевство» или «Земное королевство» Ну вы понимаете, да? Что-то в этом роде И все, как бы все уже придумано Вот и вот можно строить сюжетные линии, так сказать, просто вот так вот красиво завернув в фэнтезийную, так сказать, это все обертку В общем, очень забавная ситуация И вот специалистов по лексическому изменению оригинальных текстов называют рерайтерами И это все по тем двум вопросам, которые я сегодня вам рассказываю Сейчас я вам немножко расскажу о литературе к этой теме и дам вопросы для закрепления Итак, к данной теме подходит несколько сразу же источников Это работа отечественного исследователя Мунбаевой Основа научно-педитических исследований Это курс лекций для бакалавриата Алматы 2013 год Учебное пособие Это работа Кувшинской Зевахина и Хапкина Гордиенко Академическое письмо от исследования к тексту Это учебник и практикум для академического бакалавриата Москва 2019 год Есть электронный, кстати, вариант этой работы Есть электронный учебник под названием «Основа научных исследований» Подготовили карагандинские исследователи и выпустили в 2017 году Есть учебное пособие под названием «Студент вуза технологии и организации обучения» И есть работа Налетова Прохорова «Транформация ценностей академической культуры в условиях глобализации» Поскольку плагиат – это явление интернациональное, международное И это нужно учитывать У нас осталось совсем мало времени Итак, пять вопросов на закрепление Первый – что вам известно об институте авторства и истории становления авторского права? Второй вопрос – что означает и из какого языка пришло понятие «плагиат»? Третий вопрос – что такое рерайтинг? Четвертый вопрос – когда был принят закон Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах? И пятый – в какой стране впервые был принят закон об охране авторских прав?